всем привет хочу вам сегодня показать два лазерных диска которые я себе купил в общем-то не собирался я снимать это видео их показывать потому что ну диски что-то и как-то не смотрят на моем канале но в одном из них вот именно в этом очень интересное наполнение поэтому все-таки решил снять видео и показать вам начну вот с этого диска диск это у нас формула-1 краткие обзоры вот этих вот лет на первой стороне и на вторую двухсторонний диск я так понимаю называется супер историческая битва айртон сена алан прост и найджел менсел это три чемпиона мира ну естественно классические это японский диск он на японском языке год выпуска 94 такая здесь симпатичная фотография диск серебряного цвета да очень классно выглядит красочный такой конвертер конверт конверт очень толстый внутри есть паспорт может кому интересно здесь какие-то фотографии скорее всего еще какие-то спортивные диски японские на самом деле они есть и их тоже как-то видел в продаже здесь какие-то номера возможно каталожные номера какие-то потому что на диске вроде бы как были свои каталоги в общем вот такой вот паспорт ну и сам диск находится в антистатическом пакетике состоянии у него можно сказать близко к идеальному вот такой симпатичный диск я его не буду вам показывать здесь вот именно для любителей формула 1 конечно может быть интересна историческая формула так для всех остальных не очень но со второго кусочек покажу так а мы переходим ко второму диску вот так вот оформлен второй диск мы видим здесь такие карикатурные рисунки гонщиков тех лет нельсон пике михаил шумахер огуре suzuki жанна лизи этого не помню кто ален прост или алан прост на коджима не помню как его звали тоже не помню кто это рикардо патрезе айртон сена найджел нэнсел герхард герхард бергер вот я еще как-то помню в общем вот такой вот прикольный диск так мультяшно оформлен кстати это логотип формулы 1 тех лет он появлялся перед гонкой я кстати формулу смотрю с 92 года и тогда как раз начинал болеть за найджелом энсел и он в том году по моему стал чемпионом мира вот огонял он как раз вот этот диск тоже частично про него огонял он вот такой машине виллинс ну а позже я стал болеть за шумахера и болел за него пока он не закончил свою карьеру с обратной стороны довольно простенькое оформление но тоже такой симпатичный здесь мы видим казино найджела менсела год 92 на два года старше это диск чем первый и да я на что хотел обратить внимание мне первый диск так попался лазерный с аббревиатурой вот такой вот аббревиатурой в общем то что она значит а значит она то что диск все время вращается с одной скоростью независимо от того на каком расстоянии от центра находится лазер если сказать простым языком принцип работает точно такой же как у виниловой пластинки она тоже крутится с одной скоростью независимо от того на каком расстоянии от центра находится тонаром все остальные мои диски у них обозначение вот такой вот clv это значит что диск замедляется то есть вначале он начинает очень быстро крутится когда близко к центру находится лазер чем дальше лазер уходит краю диска он замедляется ну вот а по такому принципу работают обычные компакт диски и 9 диски в общем то есть и плюсы и минусы этого дела какие плюсы у этого диска можно ставить диск на паузу он будет с картинкой и также можно покадрово смотреть например на этом диске если поставить на паузу будет просто черный экран ну естественно нет никакого покадрового просмотра ну а минусы дисков вот с такой аббревиатурой это то что более меньшее время записи то есть меньше контента вмещается на таких дисках ну потому что они крутятся с одной скоростью вот еще когда этот диск в плеере на дисплее плеера не показывается время то есть нету час минуты секунды идут просто фреймы ну так называемые кадры и поиск также осуществляется по кадрам их очень много тысяч этих кадров но я наверное покажу в общем первый раз попал вот с такой аббревиатурой диск вот но самое интересное внутри я еще подумал почему он такой толстый там два диска нет там диск один диск находится в пакетике ну точнее в конверте и еще тоже в пакетике полиэтиленовый внутри идеальный сохран кстати вот у этого особенно диска идеальный сохран даже никаких царапок нет тоже фирмы пионер дальше смотрим его наполнение соответственно у него тоже есть паспорт такой вот паспорт тоже скорее всего какие-то каталожные номера правда я не знаю какой именно здесь что-то заполнялось возможно какая-то информация да вот ночью обратил внимание вот от того диска паспорт большой вот видите штрих пунктируем показанному точно такой же то есть его возможно вырезать надо было из другой стороны что на это обратил внимание далее еще одна бумага и здесь я так понимаю у нас по трекам и по главам название правда все на японском языке ну все равно то что есть это классно причем огромные вот здесь тоже и еще что непонятно почему вот здесь в самом низу перевернута то есть это вот так вот же должно быть непонятно почему перевернута вот такой вот лист с треками и главами самое интересное я когда увидел офигел это еще здесь находится игра настольная игра прямо вот таком куске очень плотного картона сохран идеальный никогда похоже в нее не играли эта трасса в монако и и даже можно узнать без всякого названия но вот здесь написано монако gp гран-при такая трасса а вот здесь вот находятся сами фишки это машинки формула-1 здесь девять штук феррари вильямс и макларен повторяются здесь бенетон футворк и вентури я кстати вот эти даже не помню а вот это помню это все помню то есть они на такой перфорированной бумаги можно даже не вырезать а просто отогнуть и они отвалятся отсюда играть и осталось только найти в общем-то кубики не знаю может быть тут где то есть правило но хотя какие тут могут быть правило вот например начало кидаешь кубик и ходишь каждый квадрат он пронумерован все понятно тут также есть рисунки гонщиков да нравится мне вот эти карикатуры это напоминает мне журнал крокодил был такой журнал советском союзе здесь казино и здесь на самом деле находится казино по моему вот где-то здесь если по трассе смотреть где-то здесь находится казино трасса в монако кстати прямо по городу проходит в общем вот такая вот интересная вкладочка с игрой первый раз такое вижу довольно интересно что мне нравится здесь кстати видно перфорирован что мне нравится что все это в идеальном состоянии и еще я вам хочу с этого диска показать несколько фрагментов в самом начале диска есть такая прикольная компьютерная графика как раз из начала 90-х мне она очень понравилась красочно сделаны вообще сделано классно да и напоминаю диск 92 года то есть вот графика тех лет компьютерные и в самом конце есть тоже такая небольшая нарезка из классической формулы 1 в общем-то мне очень понравилось изображение на этом диске я сейчас немного поставлю вот в начале графику потом вот этого ведущего и в конце небольшая нарезка формулы 1 вот как я вам и говорил идет счетчик кадров так называемые фреймы если я не ошибаюсь один оборот диска это как раз вот один одно значение то есть вот на данный момент уже столько оборотов он сделал ну а теперь посмотрим картинку это как раз вот Субтитры создавал DimaTorzok チームメイトのディカルド・パトレーゼも呆れるぶっちぎりの優勝 悲願のF1をたく世界一にスパの空も泣いた 人生に乾杯 オタッキーに乾杯 河合和人 32歳 オタッキーのディカルド・パトレーゼも呆れるぶっ オタッキーのディカルド・パトレーゼも呆れるぶっ Субтитры делал DimaTorzok И хотя на этом аппарате есть реверс, но я по привычке почему-то все время переворачиваю диск вручную. Вы обратили внимание на качество изображения в студии и сама графика? Обратили внимание? Как классно! Сейчас немного со второй стороны и закончим. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» Ну, я надеюсь, качество изображения и графика из 1992 года вам понравились так же, как и мне. А на этом всё. Всем спасибо и пока!